Всем привет, с вами Прия. Нравится ли вам текущее приложение Battle.net для запуска игр Blizzard? Ну, я думаю, в нем есть некоторые плюсы, есть некоторые минусы, как в принципе абсолютно у всего в этой жизни. То есть в текущий момент мы имеем, ну, относительно неплохое приложение для запуска абсолютно всех наших любимых игр. Мы можем перетаскивать различные иконки слева, мы можем открывать различные вкладки, которые нам интересны. Можем BlizzCon смотреть, можем какие-то публикации стримов, например, смотреть моих во время различных событий. Новости можем листать, друзей можем листать, общаться с ними, то есть все казалось бы классно. Но на выставке BlizzCon компания Blizzard выставила приложение Battle.net немножечко с другой стороны. И эта сторона является самой обычной бета-версией нового клиента Battle.net. Загрузим его и посмотрим, какие интересные новшества там присутствуют. Также после того, как абсолютно все загрузится в виде бета-клиента Battle.net, мы сможем переключаться в дальнейшем и на стандартную версию, то есть если вдруг она нас не устроит. Ну что же, все скачалось и установилось. Теперь требуется только перезапустить Battle.net и наслаждаться новым интерфейсом. Сейчас подробно изучим его и посмотрим, какие новшества в нем имеются. И после того, как оно перезапустилось, мы можем лицезреть обновленный вариант бета-лаунчера Battle.net. Что мы в нем можем видеть? Нас приветствуют, рассказывают нам о главных новостях, то, что это версия обновленного приложения Battle.net, то, что мы стремимся повысить удобство пользования приложения, сделать его более информативным, расширить возможности настройки. Текущая бета-версия – образец некоторых функций, разработку которых мы ведем. Итак, смотрим новинки. Обновлена структура приложения. Хорошо. Появилась настройка навигации по играм. Теперь вы можете запустить любимые игры одним щелчком. Список друзей под рукой, чтобы держать с ним связь и быть в курсе происходящего. Легко. Кнопка чата группы открывает подвижное окошко, в котором можно вести беседы. Кнопка чата группы. То есть она есть в текущий момент. Это просто замечательно. Ну и немножко рассказано о будущих обновлениях, то есть что они хотят сделать в будущем. Хорошо, изучаем. У нас есть вкладка магазина прямо в самом Battle.net лаунчере. Это прекрасно. У нас есть также страничка просмотра BlizzCon. Что нас еще интересует? Нас интересуют наши игры, мы хотим играть. Нам нужно закрыть новости. И мы можем абсолютно все видеть. Иконки перетаскивать можно. Замечательно. Я могу вообще убрать отсюда? Ой, я могу вообще убирать некоторые игры отсюда, да? Но я оставлю только те, в которые я играю. И все. То есть это Warcraft, это Hearthstone, это Warcraft 3. В будущем немножко можно будет поиграть. И Diablo 4, конечно же. А как иначе? Также имеется выбор учетной записи, какая нас интересует. Classic или PTR. То есть все прекрасно. Все немножко просто передвинули. Также все можно просматривать. Можно новости листать. Трейлер, дополнение Shadowlands посмотреть. Хороший лаунчер. И если честно, я ожидал немножко худшего. А если я хочу, например, вернуть какие-то игры, то мне нужно кликнуть на квадратик с девятью точками. Ну, хорошо. А тут я могу передвигать их? Нет, тут уже я не могу их передвигать. То есть просто быстрая строка, панелька настраивается. И если задать вопрос в текущий момент, стоит ли переходить на бета-приложение, то я думаю да. Да, потому что те новшества, которые здесь имеются, они прекрасны. К тому же приложение более оптимизировано. И я думаю оно работать будет по итогу быстрее. Но решать вам. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok